Ученые КФУ разработали нано-препарат, способный избирательно убивать раковые клетки. Его особенность состоит в том, что он практически не навредит другим клеткам в организме больного, а доставляют к опухолю его с помощью специальных керамических нано-трубок из галуазита. Их размеры от 600 нанометров до 2 микрометров в длину позволят адресно отправлять препарат в нужное место в организме. Подробно о таком методе лечения доктор биологических наук Равиль Фахрулин рассказал в эфире программы «Смотрите, кто пришел» на Универ ТВ. Представим, что у нас есть какое-то лекарство, которое поступило в организм, или какой-то антибактериальный препарат, который находится на поверхности, он начинает действовать моментально и очень быстро. У вас есть стадия, в которой концентрация лекарственного препарата очень высокая, и стадии, где концентрация очень низкая. То есть фактически препарат действует не все вот это время, не 12 часов между приемом таблетки, а несколько первых часов, а потом он практически не действует. Нано-трубки позволят избежать этой проблемы, высвобождая активное вещество постепенно. Можно рассчитать скорость, и у нас действие препарата будет осуществляться не вот таким вот взрывообразным характером, а постепенно, последовательно. В итоге мы можем снизить концентрацию препарата, добиться уменьшения побочных эффектов. Ну и кроме того, наверное, точечную бомбардировку. В идеале, да. Конечно, мы стараемся разрабатывать такие системы, которые могли бы воздействовать конкретно на какой-то изолированный участок. Несмотря на то, что препарат будет поглощаться самыми быстрорастущими клетками, избирательность такого метода пока относительна. Тем не менее, урон для организма будет отсутствовать или, по крайней мере, окажется незначителен. Можно будет теоретически подобрать такое соотношение концентрации препарата, распределение препарата в нужных, скажем так, областях организма, которое позволит в первую очередь ликвидировать пораженные клетки или органы. По крайней мере, приблизиться к этому. Метод доставки и нано-препарат разрабатывались биологами КФУ совместно с коллегами из итальянского университета Палермо. Ученые надеются, что их разработка позволит значительно повысить эффективность лечения онкобольных. Когда речь идет о пересадке органов или о лечении каких-то заболеваний, существует целая цепочка того, что должно быть сделано с момента какого-то научного открытия и до того, как результаты этого открытия поступают в больницы, и врачи могут официально лечить пациентов этими лекарствами или с использованием каких-то новых технологий, которые были получены в лаборатории. Камиль Гимаздинов, Универ Ньюс.